Это видео призывает людей задуматься о теме вегетарианства. Оно позволяет взглянуть на личный опыт того, кто уже перешел на растительный тип питания, понять причину и мотивацию, узнать все плюсы и сложности, возникающие при смене питания. Если вы думаете или уже выбрали для себя вегетарианство, то знайте, вы делаете огромный шаг к изменению себя и мира вокруг. Здравствуйте, меня зовут Юля, и я из города Сыргут. Мой путь в вегетарианство начался в 2014 году, когда один мой хороший знакомый поделился своим желанием попробовать такой тип питания. И так как он вызывал у меня доверие, я решила более подробно изучить эту тему и, возможно, попробовать на себе. Я очень удивилась, когда нашла информацию, как довольно авторитетные организации в области здравоохранения писали о том, что растительная диета является более здоровой, что мясо является причиной многих заболеваний, особенно популярных в наше время. И тогда, в сугубо, конечно, личных целях, я решила попробовать побыть вегетарианкой, исключить хотя бы какие-то типы мяса, сократить его количество. И мне довольно успешно это удавалось. Я быстро похудела, стала более здоровее, стала меньше болеть. А если болела, то быстро восстанавливалась. Но потом пришло осознание вот этой масштабности происходящего насилия над живыми существами. И тогда я просто уже не могла вообще ни в каком виде употреблять живых существ, когда по факту на тарелке оказывался труп животного, а вопроса уже просто не стояло. Конечно, пришлось столкнуться тогда с непониманием, осуждением, насмешками. Особенно переживала за меня моя мама, которая думала, что я сильно похудею, уйду в анорексию. Но на самом деле потом я с ней поделилась о том, что мой рацион стал гораздо шире, что большинство продуктов я просто не замечала на прилавках супермаркета, что я к 30 своим годам очень много продуктов просто-напросто не пробовала. И сейчас мое питание состоит из цельной растительной пищи, чему я очень рада. Когда я убедилась уже на собственном опыте, что как минимум я стала здоровее, я стала энергичнее, я стала раньше просыпаться, мне просто меньше нужно времени на сон. Я спокойно засыпаю, я с радостью и энергией просыпаюсь. И я решила поговорить с сыном, которому сейчас уже 9 лет. И столкнулась сначала с непониманием. Уже 8-летний на тот момент ребенок говорил мне о белке, говорил мне, мама, где я буду брать кальций, мне же нужно расти. То есть он делился где-то о том, что его мама вегетарианка, и ему уже закладывали вот эти шаблоны, стереотипы и мнения, что это какой-то ущербный тип питания. Но потом, поговорив с сыном, он мне, конечно, признался, что он бы и готов попробовать, но он боится непонимания и осуждения сверстников в школе. И это был канун нового 2018 года. Мы с ним сначала посмотрели фильм «Мирное королевство», а потом в качестве мотивации такой для нас стал серия фильмов на сайте Аумру «Дети-вегетарианцы». Сын очень вдохновился примером этих детей и говорит, мам, давай попробуем с нового года. Таким образом, все каникулы мы с ним готовили вместе блюда на кухне. Это было очень весело, она сплотила, объединила на пути к этой цели. И когда в первый день после школьной каникулы он вернулся домой, он рассказал, как прошел их обед. Им давали, естественно, блюда с мясом, у него выделились сленки, ему показалось на вид, на запах вкусным это блюдо. Но тогда он подумал и решил не выключать свое сердечко. Эта фраза ему запомнилась из фильма «Мирное королевство», в котором потомственный фермер рассказывал о том, как он смотрел в детстве на своих родителей, которые занимались своим делом, и как ему безумно было жалко в тот момент животных. Но ему пришлось выключить свое сердце, чтобы продолжить семейное дело. И с тех пор, вот прошел уже год, пошел второй, ни разу мой сын не говорил о том, что ему хочется поесть мясо. Сказал, что сейчас он ест гораздо вкуснее, ему очень нравится. Он приносит в школу какие-нибудь здоровые сладости, перекусы. И его сверстники с интересом расспрашивают его. Также для меня стало удивительным, когда год назад мама моя решила тоже попробовать. Она вышла на пенсию и говорит, дочь, я хочу тоже попробовать. Она уже убедилась на моем примере, что я здорова, что у меня поменялись интересы, что я стала спокойнее, что я стала жизнерадостней, что я пришла в йогу. И какие изменения произошли в принципе в моей жизни. И вот так же год моя мама вегетарианка, она заметила тоже, что она стала легче просыпаться. Она похудела на 13 килограмм. У нее появилось несколько видов хобби. Она поет в хоре, она танцует. Также она делится со своими коллегами по цеху своими изменениями, что именно вегетарианство послужило к ее приходу в более здоровый образ жизни и на тот момент, на котором она сейчас находится. Вегетарианство – это та нить, которая распутывает вот ту иллюзию и те шаблоны, которые навязаны нам с детства. Нас научили питаться сначала в детстве родители, в семье, затем в детские сады, школы. Но не всегда то, что делает большинство, это значит верно. И это в принципе касается не только вегетарианства. В современном обществе считается, что личные интересы, они в принципе в приоритете, что ущемлять себя в чем-то не стоит. Но вегетарианство – это путь к совести. И я думаю, что в каждом человеке в принципе сидит вот это зерно, которое находит именно в вегетарианстве правду, что как бы мне кажется нечестным. Для меня лично стерлась эта грань между, допустим, домашними животными, которыми мы холим, лелеем, собак, кошек, других живых существ, у которых такие же детеныши, такие же чувства, как и у нас родители есть. И нужно быть просто честным с собой и отдавать себе отчет, что на чужом несчастье счастье не построишь. Изменив себя, изменилось и мое окружение вокруг, изменились отношения внутри моей семьи. Я обрела много знакомых, друзей, у которых не просто вегетарианцы, а которые ведут более здоровый, более экологичный, гармоничный образ жизни. И сейчас, я думаю, с вегетарианства это стало стартом в моих изменениях, в изменении качества моей жизни, моей семьи. И распространяя эти знания, делясь своим опытом, я очень надеюсь, что в скором времени это станет нормой нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok